Доброе утречко! У природы нет плохой погоды. Мы все знаем эту фразу. Но сегодня погода, в общем-то, плохая. Сильный ветер, может быть, дождь. Но я люблю ветер. Вот есть какие-то погоды, которые... Мне всегда нравится, когда солнышко. Мне нравится, когда зимой, если солнце, то это всегда мороз, ты идёшь, хрустит снег у тебя под ногами. Если осень, мне, в общем-то, нравится небольшой дождик. Совсем небольшой, потому что он усиливает запах листвы. И так всё мило, меланхолично, тоже под настроение. И ветер нравится, потому что, когда сильный ветер, ты как будто бы можешь не думать. У тебя все лишние мысли выдуваются из головы. Вообще, как будто ты очищаешься. Как будто всё из тебя лишнее улетучивается. Поэтому я сегодня планирую прогулку, несмотря на то, что такое даже предупреждение у нас было, что ветер порывами там до 24, по-моему, не помню, метров в секунду. Конечно, это, наверное, не что-то такое, как бывает в южных странах, где эти тропические штормы. Ну, для Латвии, Риги этого достаточно. Надо будет осторожно ходить под деревьями, чтобы какая ветка тебя не стукнула по лбу. Расскажите, какие у вас любимые погоды, что вам больше всего нравится. А я пока буду собираться и покажу вам новый цветочек, который меня тут расцвёл. Это у меня калерия. В этом году я хочу побольше калерий, побольше ахименосов, синигий. В общем, всего того интересного и редкого, что не купишь у нас в магазинах. А калерия выглядит вот так. Вот такие у неё совершенно чудные колокольчики. Она только-только расцвела. Такая прелестная, милая. Я начеренковала синигий. Тут у меня ещё молоденькая растёт. И у неё в земле оказывается просто гигантский клубень. Теперь вот я её, как бы, свою старенькую начеренковала. И надеюсь, что они вот все эти череночки дадут корешки. Тогда я смогу делиться. И не знаю, что делать с этим клубнем. Оставить его, надеюсь, он тоже прорастёт и тоже мне что-то там выдаст. Вот. Ну, а пока такой беглый взгляд на подоконник и беглый взгляд на улицу, на качающиеся верхушки деревьев. Так, мы их увидим. Вот так, что-то там... Что-то там плохо качается. Может, уже ветер куда-то улетел, а я собиралась проветриться как следует. Ну, нет, я думаю, я получу свою порцию свежего воздуха. Сейчас где-то 9 утра. Вот облака плавут по небу. И я хочу дойти до того магазинчика, где вот есть Sergio Nero. Ещё раз попробовать. О, как птицы носят по воздуху. Они летают, но их туда-сюда ветер тоже швыряет. И попробовать ещё какой-то один ароматик с розой интересный. Я тут наслушалась на ютубе, что это такие довольно-таки самодостаточные оригинальные ароматы. Может быть, ещё в Делис заскочить тоже заинтересовалась. Сказано, что Делиса вообще там хоть и белорусская фирма, но под патронажем французской. Поэтому ароматы у них и стойкие, и шлейфовые, и интересные, и всякие разные. В общем, короче говоря, сейчас попрощаюсь с Мушенцией, которая там спит замечательно, и буду выбираться. Привет, Мушенция. Она меня сегодня рано разбудила. Она думала, что давай-ка, хозяйка, встанем рано, позавтракаем, ты меня покормишь, ну и потом вали куда хочешь, а я буду спать. Это она мне такой прощальной лапкой привет делает. Ну, пока-пока, она мне говорит. Да. Ну, пока-пока. Дождя не обещали, зонт не беру, и опять всё в той же куртке. Я, по-моему, в ней проходила всю зиму. И осень тоже, и весну, наверное, тоже прохожу. Шапочка потеплее, раз так сильно дует. Сумочка через плечо, фотоаппарат в кармане. И вперёд идём смотреть, что же там на улице происходит. Красиво и очень тепло. Это был южный ветер, он нагнал 10 градусов тепла. Да, может быть, зря я так сильно одевалась. Но ничего. Прогуляюсь. Как всегда, максимально постараюсь идти пешком. Сейчас сегодня немножко болит нога, но хочу всё равно ходить. Вчера было 11 тысяч с лишним шагом, но сегодня хотя бы 8 надо нагулять. Тысячи. Никого на улицах нет. Чай-кот пытается достучаться в окошко, выпросить что-то вкусненькое. Ветер так шумит здорово. Толстенький кот вышел на прогулку и спрятался за деревом. Испугался. Чего она там на меня выскочила с фотоаппаратом? Потому что ты красивый. Совершенно не понимаю, как умудрилась сломать ноготь. Причём так хорошо, прямо под самый корень. Даже немножко кровоточит. Это тот случай, когда надо с собой иметь пилку для ногтей или эко-пластырь. Я почему-то никогда такие вещи не беру. А зря. У меня ещё полчаса в запасе. Я могу идти медленно, дышать воздухом. Замечательно сегодня. Пока вижу только собачника встреча. Кто выгуливает собачек. Не знаю, вы слышите меня или нет. Потому что порывы ветра довольно сильные. Ставлю трамвайчик. Спешит по делам в город. Очевидно, на ходу мне нельзя снимать. У меня же обувь на этой круглой подошве. И я качаюсь, наверное, больше, чем обычные люди, когда они ходят. Поэтому видео всегда получается такое неравномерное. Ну и стабилизатор плохой у фотоаппарата. Поэтому, если буду что-то показывать, то буду останавливаться, наверное. Не мучить вас. Например, вот это красивое небо. С бегущими облаками и где-то проблесками солнца сквозь них. Немного поломанных веток. Может быть, они и уже раньше были сломаны. Потому что на них такой красивый лишайник. Значит, они уже немножко подгнили, наверное. Такое прямо желтые пятна такие яркие. Когда ветер так шумит, кажется, что деревья с тобой разговаривают. Но что они тебе пытаются сказать, непонятно. У нас уже распустилась верба. Вылезли подснежники. Говорят, что цвела сакура. Но это я верю с трудом. Все-таки она ждет чуть-чуть погоды получше. Но, может, пару каких-то цветочков и было. Ну, вот такая вот необычная в этом году зима. Зима и не менее необычная весна ранее наступает. А что там будет дальше в марте, непонятно. Будем надеяться, что на этом мы и распрощаемся. Вот с такой вот зимой без снега. Это самый, на мой взгляд, за последние годы, действительно, наверное, самый теплый период зимний. Очень необычно все это, конечно. Почему все это приведет еще лет через 5-10, неизвестно. Больше всего жалко медведей. Потому что они не выспались. Они злые, голодные. Вот на животных все это сказывается гораздо быстрее и сложнее, чем на людях. Нам-то, что мы пошли в магазин и купили покушать. На открытых пространствах вообще очень сложно передвигаться. Ветер буквально сдувает. Собачки злятся на ветер. Он их раздражает. Зато появилось солнышко. Тут изображены все магазины, которые есть в этом торговом центре. Мне нужен Multilux. Вкусный, сладкий, но чувствуется розовый перец. А эти номера очень вкусные, это новинки, это аналоги известных брендов. Буквально за 5 минут, которые я была в магазине, так распогодилось. Голубое небо, солнце светит. А вот ароманты Делиз сегодня мне не зашли. Поэтому идем к Сирджонеру. Вот так вот сейчас выглядит здание бывшей радиотехники. Оно превращено практически... Ну, тоже в торговый центр. Только с этого входа еще оно не освоено. А вот там, с левой стороны, ряд магазинов. Пока смотрю на этот симпатичный мох. Пытаюсь вспомнить. 41 номер Делиза, это новинка. И, по-моему, это аналог Жан-Поле Готье. Скандал этого аромата. Но, в любом случае, хочется что-то попробовать еще. Поэтому сейчас будем искать переход. Вот такой здесь имминский рынок теперь. Там вкусный мед продают. И вообще много всего. А мы сейчас пойдем на переход. Вот два одинаковых дома. Рядом реновированный, так называемый, и обычный. В чем-то реновация заключается. Я так до конца и не разобралась. Что-то там внутри меняют. Делают ремонт. И потом довольно большие суммы. Многие годы жильцы выплачивают. За это. Мне так нравятся эти трамвайные пути. Они покрыты травой. Особенно летом, когда она высокая, трамвай как будто бы просто едет по полю. Ворона со мной согласна. Ну вот я практически пришла. Для тех, кто будет искать этот магазин. Он находится в Лимонте. Вот напротив большая Максима. А с левой стороны через дорогу тоже торговый центр без названия. Там много разных магазинчиков. И в том числе тот самый, который называется Реализация Сцентерс. Где много всего интересных. И где духи Серджио Неро. Больше я, кстати, нигде не видела в Риге. Ну, правда, я и бываю. Чаще всего вот в этом районе. Ну вот, собственно, вам сюда. И мне тоже. Вот они, три аромата. Один из которых, возможно, мне сегодня понравится. И здесь еще Сантал. Сантал слишком сладкий. А Роза слишком... Слишком. Похоже, я здесь ничего не куплю. Мне здесь понравились такие смеси круп. Например, старорусская. Здесь гречка, пшено. Овсяная. И вообще-таки разные, разнообразные. Наверное, это вкусно. Или тут пшеница, рожь, ячмень, овес. Тоже хорошо. Что-то за палба резаная. В общем, ничего не знаю. Здесь много всего интересного. Продуктового и непродуктового. Так что навещайте. В общем, я здесь ничего не купила. Чему даже рада. Стала много внимательнее относиться к покупке. Особенно парфюмерии, потому как ее уже много. Теперь идут дальше гулять. Как жаль, что солнышко опять спряталось. Сразу стало более все пасмурно. Вот здесь внизу и ветер как будто бы стих. Зайду еще, наверное, в магазинчик на Клысту. Там тоже всегда что-то интересное. А потом в гости пригласили на обед на свекровь. Нас замечательно готовят. Так что там уже придется прерваться, попрощаться с вами. Поэтому теперь у нас такой уже последний кусочек прогулочки. Покупок не будет, поэтому показывать нечего. Это будет просто такая небольшая ветреная прогулка. Ну-ка, такие зеленые уже листики на каком-то кустике. Но не на всех. А вот этот решил, что он будет первый. Кто помнит, здесь когда-то в этом здании был, по-моему, прием макулатуры в советское время. И кто помнит, мы все таскали. Двадцать, по-моему, килограмм мы будем нарастать, чтобы получить далон на какую-нибудь книгу. Ну, типа, прям уж китеры там, всякое такое. Ох, были времена. Да чего же мы любили читать, очевидно. В то время, если мы занимались таким. Раньше вся Еммонта, наверное, вот выглядела так. Сосны, лесочек, полянки, пригорки. Такие кусочки еще остались. Здесь потом все разровняли, построили новый микрорайон. Но вот действительно энергетика здесь хорошая. Поэтому он многим нравится. Так, что совсем темно, совсем темно. Какое-то облако там опять закрыло. Солнышко. Так, мало еще от моего дома сюда. Ну, около пяти тысяч. Значит, наверное, где-то три километра примерно. А вот и магазин на Клайсту. Белорусский магазинчик. Скидки большие. Ну, вот есть на такую серию, которая будет посчитаться неплохой, на такую 50% скидки. А 70% для мужчин. Им хорошо. Так, тут у нас есть какой-то филер, который заполняет морщинки. Изнутри лифтинг абсолютно. Еще совершенный филер. Ну, в общем, короче, есть что выбрать. Еще такая серия. Вот эта 70% скидки. Но я ничего про нее не знаю. Если кто знает, подскажите, хороший или нет. Вот этот цветочный магазинчик. Сколько уже всего. Азалия уже тут продается. Значит, надо идти ботанически. Наверняка они там тоже распустились. Сейчас выхожу, а на улице все лучше и лучше. Все солнечнее и солнечнее. А как хорошо. Ну, теперь иду в гости. Поэтому с вами прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч.